Приветствую вас. Мой ответ будет разбит на две части. Первая часть будет посвящена тому, что можете сделать вы, именно вы в этой ситуации. Вторая часть будет посвящена тому, что может и желательно быть, чтобы сделала ваша девушка. Потому что если будете делать только вы, то понятное дело, что ничего хорошего из этого не получится. По крайней мере, у вас будет постоянно ощущение, что для отношений стараетесь только вы. И всё. Значит, вы можете, вот вы, лично вы можете сделать для своей девушки следующее. Во-первых, вы можете принять её вот такой, вот какая она есть, а перестать что-либо требовать от неё по, опять же, той же причине, что вы принимаете её такой, какая она есть, и, значит, в тот момент, когда вы принимаете её вот такой, какая она есть, вы соглашаетесь как бы на то, что она вот может вести себя так, она может говорить вам, что у неё нет никаких чувств, что она там, например, ну, допустим, во всём сомневается, и так далее, и так далее, и так далее. Вы относитесь к этому спокойно, потому что, знаете, что такое всё было. Вот. И вот говорите девушке, что, ну, не чувствует ничего, ну, и ладно, я тебя не доставляю. Вот. То есть её нужно нужно принимать, её нужно на неё, точнее, на неё, точнее, не стоит давить, на неё нельзя давить, в любом случае нельзя на неё давить, потому что это ни к чему хорошему опять же не приведёт к сожалению. Вот. Ну и понимать, что чем больше вы на девушку давите, тем меньше она будет вам давать какое-то вот обратное связи, просто потому что будет чувствовать, что от неё требует чего-то, она этого давить не может, ну и, в общем, будет у неё на этой почве проблемы, будут у неё на этой почве осознаться трудности, может быть, даже комплексы и так далее. Если вам это всё не нужно, то, соответственно, рекомендую вам действовать именно вот таким образом. Рекомендую вам действовать именно так. Второе. Что вы можете сделать? Это постараться понять вот причины, проанализировать причины, по которым подобное происходит. Ну, то есть, условно говоря, что, значит, девочку заставляет вот так вот себя чувствовать? Что девочку заставляет так себя вести? Какие трудности, какие проблемы может быть провоцировать девочку на такое проведение? То есть, вот это всё во множество, потому что сама девочка, может быть, этого не знает, может быть, не отдаёт себе в этом отсчёт, ну, такое, в принципе, бывает. Это довольно распространённое явление, когда человек испытывает определённые трудности, но самостоятельно вообще не может никак с ними спрятаться. В данном случае это нормально совершенно. И вам в этом точно нужно помочь девочке увидеть то, что её беспокоит, увидеть то, что её волнует. Вот. Это вот, пожалуй, то, что вы можете сделать вы. То есть, разговаривать с ней, общаться с ней, пытаться её лучше понять и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И надо сказать, что если над вами есть доверие, и при условии того, что вы не будете как-то вот на неё давить, именно давить, если вы на неё не будете, то она постепенно будет вам рассказывать, что её беспокоит. Она постепенно будет делиться с вами тем, что у неё на душе, будет постепенно раскрываться вам, ну, возможно, с необычной для вас страны. То есть той страны, с которой вы её не знаете. Потому что вот те симптомы, которых вы описываете, те признаки, которые вы описываете, ну, свидетельствуют о наличии определённых проблем. Именно о наличии определённых конфликтов внутри человека. И что самое тревожное, это то, что эти конфликты не могут быть разрешены девушкой. То есть сама по себе конфликтная ситуация отдельным человеком разрешена быть не может. И из-за этого возникает апатийное состояние, из-за этого возникают трудности, из-за этого возникает проблема. Поэтому эти конфликты вам и нужно увидеть и девушке помочь их разрешить. Ну или, по крайней мере, помочь их увидеть просто. Чтобы она не думала, что у неё вот такое апатийное состояние возникает именно как самостоятельно. То есть просто вот как особенность, как черта, её характера нет. Это как-то так не бывает. Если апатия, значит, это какой-то внутренний конфликт. Это неверие, отсутствие доверия, значит, отсутствие веры в собственные силы. Вот. Это нужно вам понимать хорошо, что нужно здесь терпение, нужно здесь выдержка, нужна здесь направленность именно на, значит, саму девушку, нужна здесь именно, значит, усидчивость и терпеливость, потому что... И неторопливость, неторопливость, что вот самое главное, неторопливость и последовательность. Потому что девушка, ну, вполне вероятно, не готова вам сразу рассказывать вот то, что её волнует, например, то, что её беспокоит, например, и так далее. Она, может быть, сама об этом не знает. Вот. Это то, что можете сделать вы. Теперь то, что может сделать, значит, сама девушка. То, что может и то, что по-хорошему ей надо бы это сделать. Ну, во-первых, здесь ситуация следующая. Значит, поскольку проблема у девушки, поскольку эта апатия, как я понимаю, является сезонной, и является периодической, а значит, девушкой, ну, практически и по сути дела никак не контролируется, то на же деле необходимо обратиться к специалистам за помощью. И первый, вот первый специалист, которому ей нужно обратиться за помощью, это медик на самом деле. Это именно медик, который помог бы ей разобраться с её определёнными физиологическими состояниями. То есть, который помог бы исключить физиологические причины её опасия. Какие-нибудь там заболевания и так далее, всё это врач сделает. Если никаких физиологических причин выявлено не будет, тогда ей нужно обратиться к психологу, поработать с психологом. И посмотреть, может ли ей психолог реально помочь. Если психолог ей помочь не может, тогда речь идёт о том, чтобы она обратилась к психотерапевту, может быть, к психиатру и так далее. То есть, вот так вот последовательной ей нужно заботиться о своём здоровье. Если она этого не делает, она не только подвергает опасности и негативным аспектам себя, она подвергает также и вас. и вас этим моментом. Она подвергает вас тем аспектам, что вы оказываетесь вовлечены в её деструктивное, негативное поведение, и вследствие этого испытываете неприятные эмоции. То есть, если она не делает этого для себя, только что, пусть сделает что-то ради всех, кто её любит. Кроме того, обратиться к психологу можно даже, минуя врачей. Вот. Хотя бы здесь вот, онлайн, можно взять и обратиться, вот как вы это сделали. Например. Вот это будет самой лучшей помощью для неё, именно из того, что может она сделать. Не вы, а она. Вот. Ну, а дальше, для того, чтобы себе помогать, нужно отслеживать свои переживания, нужно отслеживать свои чувства, нужно отслеживать свои эмоции, анализировать и смотреть на причины, на причины, которые эти результаты опоследуют. И если она будет это делать, то она может помочь себе. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи.